Приветствую вас Игорь. Давайте разберем ваш вопрос. Смотрите. Первое это то, что вы не уверены в себе, и вы вот сравниваете себя с мужчинами, другими. То есть себя воспринимаете как некого такого кандидата, а не отдельного человека, отдельную личность. Ну и других мужчин тоже по большому счету воспринимается так. По сути речь идет о соперничестве с предыдущими мужчинами. И по сути речь идет о том, что эту игру вы проигрываете. То есть вот и, ну, соперничеству вы проигрываете. Дальше. Отмножение к себе как к кандидату не самое лучшее. И отсюда не может быть самым лучшим отношением к девочке. Потому что относится к человеку другим так, как он относится к себе. То есть проецирует на людей свое отношение. Вот. Из этого возникает вопрос. А любите ли вы девочку? Ну да. Вы к ней привязаны. Да. Вы хотите к ней быть. Это понятно. Но любите ли вы ее? Дальше. Идет акцент на секс. То есть секс для вас очень важен. Секс для вас это показатель чего-то. То есть вот чувствуется, что через секс вы пытаетесь, ну, не знаю, если, если не доказать что-то, то, может быть, может быть вы пытаетесь через секс как-то о себе заявить. Вот. Но в любом случае здесь есть такой вот элемент. Да, здесь есть элемент именно того, что вы придаете слишком многое значение секса. Что в свою очередь говорит о том, что с девочкой вас связывает достаточно мало вещей. Раз на первое место выносится именно сексуальный опыт. А вами девочка воспринимается именно как девочка, не как личность, не как человека. Опять же, почему так? Потому что мало общего. Почему мало общего? Ну, есть вопрос. Может быть, вам не интересно то, что интересно ей. Может быть, ей не интересно то, что интересно вам. Но суть в том, что с этим нужно разобраться. Чтобы интересов вас стало больше. Так сказать, духовное, духовное такое вот развитие, да, духовный такой рост. Здесь. Должен быть. Следующее. Это чувство вины. То есть девочка чувствует себя виноватой. И, как бы, это должен вас провоцировать на дальнейшее поведение. Ну, на дальнейший такой вот, на дальнейший вектор такого поведения. Ну, вот. И здесь девочке нужно пройти консультацию, пройти терапию. Вот. Ну, а что касается вашей ревности, то, вероятно, вот эта вот установка, что вы должны быть девочкой первым, и что у нее должно быть как можно меньше машин до вас. Вот эта установка является, в данном случае, критичной. Сладается ощущение, что она вам для чего-то нужна. Вот. И вот именно с ней нужно работать. Наша установка является, ну, как бы здесь, деструктивной. То есть ее нужно подвернуть критике. Нужно выявить, как соответствие, несоответствие в установке влияет на вас. Как вас задевает тот факт, что у девочек кто-то был. Вот. И, соответственно, в чем вы себе не уверены. Это вот такая комплексная терапия. Тут и личностный рост, и работа с чувствами, и проработка каких-то прошлых моментов тоже. Вот. И девочке, как я сказал, также нужно обратиться на консультацию для того, чтобы убрать чувство вины, чувство вины. Не важно, из-за вас оно появилось или не из-за вас. Это мешает. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Далее, навязчивые мысли. Навязчивые мысли. Это определенная потребность. То есть, вот. В навязчивых мыслях выражается ваше потребность. В чем-то. Ваше желание. В чем-то. Желание чего-то. Вот. Ну, в общем-то, так вот. Достаточно... Эм... Искаженно выражено. В виде навязчивых мыслей. Может быть, это... Идея о том, что вы не достойны отношения, или что вы не способны понравиться девочке. Может быть, это что-то еще. Вот. Ну, здесь есть... У навязчивых мыслей есть основания. И с ними тоже нужно работать. Что они из себя представляют. Эти, да. Эти самые навязчивые мысли. Вот. Потому что пока... Вы не увидите, что за ними находится. Вот. Вот. С чего вы хотите. Что вас волнует. Они будут появляться. Что, в общем-то, нормально. Вот. То есть, механизм навязчивости, это то, чего мы хотим. Но то, чего мы хотим, не всегда для нас полезно. Не всегда для нас хорошо. Не всегда для нас конструктивно. Но, тем не менее, знать и проживать то, что мы хотим. Необходимо. Осознавать то, что мы хотим. Необходимо. Вот мне кажется, что вы считаете себя недостойными отношениями. Вообще. И мне кажется, что вы пытаетесь в том числе доказать свою достойность. Ну, соответственно, навязчивые мысли могут быть отсюда. А могут быть от чего-то другого. Например, навязчивые мысли могут быть следствием вашего акцента на сексе, как результат негативного опыта, допустим, измен со стороны родителей. И такое вот подсознательное желание повторить этот опыт измен. Чтобы, опять же, доказать себе, что никому верить не зря, что вы какой-то не такой и прочее прочее. Вот. Кто знает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится. Равенщит.